Мы посмотрели на пайплайны процессоров Cortex-M3 и Cortex-M7. Теперь давайте взглянем на пайплайны больших чипов Cortex-A. Какие-то совсем глубокие детали я вам не смогу о них рассказать, поскольку это уже поле разработчиков процессоров. Но нам важно познакомиться с такими интересными фичами, как Auto-Forder Execution и Registry Naming. На данном слайде привезены пайплайны двух процессоров. Это Cortex-A7 и Cortex-A15. И Cortex-A7 это dual-issue процессор, то есть он тоже по две инструкции может выполнять параллельно, как и Cortex-M7. А Cortex-A15 это уже free-issue процессор, то есть он по три инструкции параллельно выполняет. Также Cortex-A15 уже содержит 15 стадий в пайплайне, и это как раз связано с Auto-Forder Execution. Смотрите на стадию Decode, там уже 7 подстадий. Подстадии Rename и Dispatching они как раз связаны с Auto-Forder Execution. И если Cortex-A7 это еще In-Order процессор, то Cortex-A15 это уже Auto-Forder процессор. In-Order значит, что все инструкции выполняются в таком же порядке, в котором они находятся в вашем коде. А Auto-Forder значит, что инструкции могут приставляться прямо внутри процессора. Давайте я вам покажу, что это значит. Представьте, что у нас есть такой код. Пять инструкций сложения. И вот первая и вторая и третья инструкции имеют зависимости между друг другом. То есть вторая и третья инструкции используют результаты с первой. Регистр R1. Вот он красно помечен. А это значит, что вторую инструкцию мы не можем начать параллельно выполнять с первой. Но мы можем начать параллельно выполнять первую и четвертую инструкцию. Между ними нет зависимости. То есть оптимальный порядок выглядел бы вот так. И процессор умеет делать такую перестановку внутри себя. Это и называется Auto-Forder Execution. При этом процессор сам следит за всеми зависимостями и переставляет операции только если это не сломает первоначальную логику программы. Давайте теперь посмотрим на второй пример. Вот на этот. Здесь у нас первая инструкция. Это инструкция деления, которая может занимать много тактов. Допустим 20. Вторая инструкция имеет зависимости на первую. Используют регистр R1. Вот. Третья и четвертая инструкции не имеют зависимости на первую инструкцию. То есть они с первой инструкцией могут выполняться параллельно. И пятая инструкция имеет зависимости на третью и четвертую. Так как используют регистры R5 и R6. Ну и шестая инструкция имеет зависимость на вторую инструкцию и пятую. Вот граф зависимости вот здесь построен. То есть мы по графу видим, что первая, третья, четвертая могут параллельно выполняться, то вторая, пятая и в конце шестая. Справа представлено то, как бы эти операции выполнялись в различных типах процессоров. Вот Cortex-M3. Это in-order, не суперскалярный процессор. Все операции выполняются последовательно. Cortex-M7. Это суперскалярный, но in-order процессор. И вот вторая и третья операции, они могут выполняться параллельно, поскольку они идут друг за другом последовательно и не имеют зависимости. И out-of-order execution. Это вот третий пример для Cortex-M15. Первая, третья и четвертая инструкции могут выполняться параллельно. Затем первая и пятая. Ну первая и пятая, поскольку первая долгая операция, и она закончится позже, чем третья, четвертая и пятая. И в конце вторая и шестая операции. То есть вот этот граф зависимости позволяет определить порядок операций в out-of-order процессоре. И вот этот граф, он строится где-то внутри процессора, чтобы правильно заскидолить, задиспатчить параллельные операции. Кроме перестановки операций, есть и другая фича. Registered Renaming. Эта фича позволяет убрать некие зависимости между зависимыми операциями. Вот смотрите на этот пример. Здесь мы сначала читаем из адреса, который находится в R2, а потом записываем в R2. И здесь мы не можем сначала записать в R2, а потом считать, поскольку все разломается. Вы считаете не с того адреса. Поэтому есть зависимость по R2. И чтобы устранить эту зависимость, вот здесь, вот смотрите, регистр Renaming, здесь мы пишем не в регистр R2, а Shadow R2. То есть процессор имеет дополнительные регистры, которые он умеет назначать как Shadow регистры. Вот смотрите на эту картинку. То есть мы будем работать сначала на первом шаге с двумя разными регистрами, с R2 и Shadow R2. И вот здесь операция add, она может закончиться раньше, чем LDR, поскольку мы работаем с Shadow R2, а не с реальным R2. И после этого на шаге 2 мы просто говорим, R2 на самом деле это наш Shadow R2. И продолжаем дальше работать с этим R2. Это называется регистр Renaming, и это позволяет избавиться от таких зависимостей, как write after it и write after write. Вот эти примеры. Стоит еще отметить, что перестановка местами операции load of historic может возникать не только из-за autoforder execution, но и из-за имплементации кэшей и протокола конкретности кэшей. И нам, как программистам, чтобы не думать обо всем об этом, о перестановке операции из-за autoforder execution, о перестановке операции из-за кэшей, нам необходимо знать только модель памяти процессора. Модель памяти как раз описывает то, как мы можем увидеть лоуды и сторы, есть ли между ними перестановка или нет. Поскольку нас интересует именно запись памяти, то, как происходит работа с регистрами, нам не важна. И ARM имплементирует weekly order модель памяти. Это значит, что сторы могут быть переставлены с другими сторами и с другими лоудами. И лоуды могут быть переставлены с другими лоудами и с другими сторами. Вот смотрите на табличку справа. Вот здесь для ARM, ARM v7. Лоуды могут быть переставлены с лоудами. Лоуды могут быть переставлены со сторами. Сторы могут быть переставлены со сторами. И сторы могут быть переставлены с лоудами. То есть любая перестановка возможна. А для x86, вот смотрите на это поле, только сторы могут быть переставлены с лоудами. То есть только вот такой паттерн может быть переставлен. То есть смотрите, у нас есть стор to x и load from y. И вот результат чтения из Y мы можем увидеть раньше, чем результат записи в X, хоть они идут в другом порядке. И самое интересное, что эти перестановки в X86, они не связаны с Out of Order Execution, они связаны именно с имплементацией кэшей, с тем, что у нас есть Store Buffer перед кэшем. Если кому интересно более подробно, можете погуглить ТСУ модель памяти и почитать. А в ARM вот эти перестановки, как мне кажется, они могут быть связаны как с Out of Order Execution, так и с имплементацией кэшей. Хотя я не уверен на 100% в этом, поскольку на 100% на это ответить могут только сами разработчики ARM. И да, это не значит, что в X86 нет Out of Order Execution. Он там есть, но он скрыт от нас, как от разработчиков, поскольку на последней стадии pipeline X86 они коммитятся в правильном порядке. Вся операция коммитится в правильном порядке, то есть восстанавливается порядок операций. Также я привел здесь две ссылочки, которые интересно описывают отличия модели памяти ARM и X86. Теперь давайте посмотрим на ошибку, которую можно допустить, не зная о memory модели вашего процессора. Вот смотрите, у нас есть двухъядерный процессор, и на первом ядре у нас выполняется 3D1, который сначала ждет, что F выставится в единицу, а потом печатает X. И на втором ядре выполняется 3D2, который вначале выставляет 42 в X, а потом выставляет F в единицу. И тогда 3D1 всегда бы должен печатать 42, поскольку 42 выставляется раньше, чем F в единицу. Но поскольку у нас может быть пристановка операции памяти, доступа к памяти, то F в единицу может быть выставлено раньше, чем X в 42. И тогда 3D1 может напечатать что угодно. И вот по этой ссылочке человек как раз запускает на ARM данные примеры и показывает, что эти ошибки реальны. Теперь давайте посмотрим, как же решить такие проблемы. И решение придумали сами разработчики процессоров. Они придумали специальные команды memory barriere, вот dmb, data memory barrier. И вот давайте посмотрим, например. Вот здесь dmb, он вставлен между выставлением X в 42 и выставлением F в единицу. И вот dmb, он гарантирует, что операции, которые находятся до dmb, они выполнятся раньше, чем те операции, которые находятся после dmb. И тогда если dmb вставить вот здесь и вот здесь, то никогда никакой проблемы с упорядоченной командой не произойдет. Этот код будет валидным. И операции по типу memory barriere есть во всех архитектурах. И в x86, и в RISC-V. А чтобы писать переносимый код на все архитектуры, в C++ для этого есть специальная библиотека. std-atomic, которая как раз имплементирует барьеры. То есть бороться с перестановкой команд можно, но это нужно только там, где это действительно является проблемой. А это редкий случай. В основном это какой-то многопоточный код, который имплементирует log-free алгоритмы. И давайте я вам проведу демонстрацию, на которой покажу, что и на интеловских процессорах мы можем увидеть перестановку команд. Как мы уже говорили, на интеловских процессорах только один паттерн перестановки возможен. Вот такой. Здесь store и load могут переставлены местами. То есть load мы можем увидеть раньше, чем store. Так вот, давайте имплементируем прямо такой пример. Вот смотрите, в трейде 1 мы сначала записываем переменную x. Потом записываем переменную r1. А в трейде 2 мы сначала записываем переменную y, а потом записываем переменную r2. И есть основная программа, которая запускает эти трейды, а затем в цикле стартует каждый трейд через семафора. Вот здесь, смотрите. В основной программе 7 пост, а каждый трейд же делает семафора через 7 wait. Вот тут. Затем трейд 1 устанавливает x в единицу, а трейд 2 устанавливает y в единицу. Следующими командами трейд 1 читает y, который должен быть выставлен трейдом 2. Вот тут. И записывает y в r1. А трейд 2 читает x, который должен быть выставлен трейдом 1. И записывает его в r2. То есть этот код полностью повторяет вот этот паттерн. И если бы у нас не было бы перестановок команд, мы никогда бы не получили, что r1 равно 0 и r2 равно 0. Поэтому именно это мы и проверяем в основной программе. Вот здесь. Но эта проверка периодически срабатывает. А это значит, мы видим перестановку команд. То есть мы читаем из переменных x и y еще до того момента, как они выставились в предыдущей команде. Поэтому в r1 и r2 попадает 0. Мы уже говорили о том, как пофиксить эту проблему, ставить барьер. И вот смотрите сюда, под этот fdef. Здесь у нас вставляется барьер, memory barrier. И вот если мы скомпилируем с этим fdef, когда барьер вставлен, эта проверка перестает срабатывать. То есть перестановка команд не происходит. Барьер все решает. И этот пример вы можете запустить на своем компьютере. Я запускал на своем компьютере, на котором интеловский процессор. И он повторяется. Вот здесь ссылочка на GitHub. Вы можете выключить проект и собрать, и повторить все. Там просто простым make файлом собирается. Если у вас Linux, то просто делайте make или запускайте. Также вот по этой ссылочке, описание этой проблемы, именно оттуда я взял код, чтобы повторить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...